Ну вот, собственно, я хочу заложить ту самую позицию, которая выработала меня в процессе духовного поиска, после того, как Господь меня оставил жить на земле вот в апреле 1982 года, когда был при смерти. Представления о православии у меня тогда практически никакого не было, я единственное понял, когда вышел из предсмертного состояния, что Бог оставил меня на покаянии, что тот мир реально абсолютно существует, и в любом случае, в процессе этой жизни, когда человек перед Богом предстанет 100%, обязательно. Вот это я знал абсолютно точно на 100%, и мне хотелось понять, что же за это духовное учение, в котором, в общем-то, с точки зрения крещения я был посвящен с детства, но не знал ничего по этому поводу, время было сложно, никто меня этому не научил, вот только стал узнавать в расслабии после того, как я побывал при смерти. Представления сложились у меня таким образом. Ну, во-первых, надо представление иметь обоих, кто такой есть Бог. Некоторые считают, что сейчас в атеистических учениях говорят о том, что Бог, ну, это такое заблуждение, это представление у некоторых людей, что Бог такой, как дедушка, который сидит на облаке, тут там или пряники раздают, или наказывают кого-нибудь. Это, конечно, представление абсолютно неправильно, оно чисто материалистическое, абсолютно ничем не обоснованное. Это попытка свести, понимаете, обоих каким-то античным, так сказать, представлением об их лже-божествах. На самом деле, Бог – это есть Творец всей Вселенной. Вселенная здесь имеется в виду – это всё, что имеет место в космосе, в мире, везде. Вот всё, что мы видим и на Земле, всё, что мы видим и над, так сказать, нашей планетой, в пределах всего пространства и времени, которое есть, в совокупности, это всё есть Творение Божие. Всё это создано именно им и создано с одной единственной целью. Во-первых, Бог – существо, ни в чём не нуждающийся. Он – чистый дух. Он не является материальным субъектом. Он ни в коем случае не является частью этого мира, который есть во Вселенной. Или этот мир ни в коем случае не является частью Бога. По сути дела, Бог своим сознанием восхотел, чтобы появились другие сознания, живые, свободные души ангелов и людей, которые разделили бы с Ним радость бытия. То есть, вот смысл творения всей этой колоссальной структуры мира, всей Вселенной. Богу захотелось, чтобы, кроме него, кто-то тоже имел бытие. Сам же Бог не укладывается в обычные наши человеческие представления и рамки. Почему? Потому что некоторые задают специфические такие вопросы. Они абсолютно глупые, сказал. Почему? Они говорят так. А откуда же взялся Бог и где он находится? Во-первых, говорить о том, что что-то откуда-то взялось и где-то находится, можно только в смысле, если это материальный субъект. Понимаете? А что такое время? Это скорость в течение материальных процессов. Что такое пространство? Это месторасположение одного материального объекта или субъекта в отношении к другому. Если нет материи, как таковой, то бишь, нет никаких объектов или субъектов, если нет никаких материальных процессов, значит, времени и пространство тоже не существует. Их просто нет. Они отсутствуют. Но сознание Бога вне времени и вне пространства. Поэтому его бытие мы познать логическим путем не в состоянии. Поэтому это нами воспринимается с помощью веры. Мы знаем, что по картине мы можем определить художника. Вот мы смотрим на картину и видим, да, вот это вот Ивазовский написал. Или там вот эту картину написал Репин. У них явные отличия в их художественных приемах, так сказать, и так далее. То бишь, у каждого есть свои какие-то творческие проявления, и они не одинаковые с другими, они разные. Так вот, Бог, сотворив этот мир, всем этим миром свидетельствует о том, что Он его и создал. Если бы не было Бога как такового, то не было бы мира как такового. Потому что существование мира противоречит вообще даже элементарным законам физики, которые мы с вами можем изучать даже в школе, в институте и так далее. По сути дела, он должен быть только хаос, если бы и было что-то, понимаете, чем дело? Был только хаос. И ни в коем случае не было бы сложных существ, не было бы вообще жизни как таковой. Ни в коем случае не было бы никаких процессов во Вселенной, которые могли бы что-то созидать. Понимаете, чем дело? Ведь по второму закону термодинамики энтропия не убывает. Процесс распада только может возрастать, понимаете? Но убывать он не может никогда. Но это определяется разными теориями физики. В частности, теория Хаббла говорит о том, что был большой взрыв. Там говорится как, что вот не было ничего, был вакуум. То есть, что это как бы высокое энергоемкое самое, что существует. Ну, и не было там никаких частиц фотонов света, никакой другой материи. И вдруг этот вакуум взрывается, и в процессе деградации вот возрастает все, что мы видим с вами. В процессе взрыва возникает весь сложный мир, и возникают все живые существа в конечном итоге. Все было, конечно, хорошо, но у нас во время взрыва, который возникает где-то на Земле, цветы почему-то не вырастают, и почему-то сложной структуры не возникает. Что можно сказать по поводу теории? Она отличается от того, что говорит, например, нам Библия, что он говорит Бог, тем, что предполагает наличие какой-то специфической энергии, вакуумной хотя бы. Да, той же самой, которая имела место до того, как возник этот мир. Тогда откуда взялась эта энергия, понимаете? Ну, мы прекрасно понимаем, что в Библии Бог говорит по-другому. Он говорит, что вначале строил Бог небо и землю. Не имеется в виду, что из когда-то существующей энергии Бог сотворил небо и землю. Нет. Вначале тогда не было ничего. Вот просто ничего. Ни вакуум не было. Вообще ничего не было. Ни времени, ни пространства. Пустота. И вдруг возникает небо и возникает земля. А имеется в виду, что небо – это колоссальный небесный мир. Это не то, что небо, у нас на главу. Небесный мир, который потом Господь населил сущностями, большая часть которых называется ангел. Есть сущности, которые неведомы нам, они там существуют в этом небесном мире, но больше часто называются ангел или вестники, перевод на русский язык. Сущности, которые возвещали людям волю Божию, помогали им по Божьему благословению в тех или иных случаях. Они имеют определенные чины ангельские. Об этом пишут Дианисий Ариапагит. Об этом известно из Свято-Отеческого учения. Ангелы были созданы Богом, существами свободными. Они не были роботиками такими, которые должны были все выполнять исключительно по какой-то заданной программе. Но будучи абсолютно свободными, пребывая в радости, пребывая в любви, пребывая в Богообщении, они постоянно развивались, постоянно стремились к Богу приблизиться своей любовью, постоянно стремились обрести полноту радости бытия в этой вселенной. То бишь процесс развития ангелов, конечно, имеет место. Они ничем не были скованы и имели абсолютную свободу, которую могли пользоваться. То есть ангелы пламенели к Богу любовью по мере большего пламенения или меньше пламенения к Любовью, приближались к Нему. Но как можно представить себе бесконечное развитие? Трудно представить человеку такую категорию бесконечности. Но есть в математике форма, которая описывает немножко. Это график логарифма. Асимптоты это называется. В общем, мы понимаем прекрасно, что этот график, он будет бесконечно приближаться к координатам, никогда с ней не сольется. Вот таким образом, вот как бы по этому графику можете представить, как вот душа ангела или человека, она может развиваться бесконечно, не имея пределов в этом развитии, потому что Бог не может быть ничем ограничен. Потому и приближение к Нему никогда не ограничено. Но слияние ни ангела, ни человека с Богом, сказать, что стало тождественным сочетание человека и Бога, и ангела, и Бога, потому что личность слилась, этого не будет никогда. Творение остаётся творением, Бог остаётся Богом. Он может благодатью обожить своё творение, но равным Богу не может быть никто и никогда. Вот поэтому-то мы прекрасно понимаем, что небесный мир – это уникальная структура. Тоже апостол Павел, например, описывает, который был там в Царстве Небеса, он говорит, что и даже на ум не может прийти такая красота того мира. И та радость, которую испытывает находящаяся там любовь. Он уже представит себе не в состоянии, как там всё это устроено, а устроено действительно Богом для того, чтобы была возможность гармоничного развития, была возможность любить, радоваться. Понимаете? Вот смысл. Это смысл творения. Бог переносит абсолютно и на человека. Что у ангелов, что у людей смысл творения именно таков. У ангелов прошла в своё время определённая, ну, можно сказать, и трагедия. Почему? Потому что один из высших ангелов, Херувим по имени Ли Цуфер, совершая свою собственную душу, он решил, что он прекрасно управляет своей собственной душой. И в связи с этим он подумал в себе греховную мысль, то бишь он своим творческим началом создал первую грехов Вселенной. Он создал гордость. Он сказал, я как Бог, то бишь он возгордился. И как только он возгордился, он также потерял сразу же и радость, и потерял любовь, и благодать Святого Духа покинуло его существо. Он стал пустым несчастным существом, который замкнулся сам на себе. И в древних мистических картинах дьявол изображает как змея, который кусает себя за хвост. И, в общем-то, отпав от Бога и не раскаявшись в своём печальном деянии, он оторвался от пути духовного развития. Он оторвался от любви и радости Божьей. И стал первым ангелом тьмы. Почему ангелом тьмы? Например, мы видим, как Луна отражает свет Солнца и светится у нас на небосводе. Вот точно так же души ангелов, и, кстати, первых людей тоже, они отражали свет Божьей благодати, а это единственный вид энергии, который Богом не создано, а это какое-то его сознание. И вот когда благодать наполняет существо, например, ангельское или человеческое, это существо светит вторичным светом. Луна отражает свет Солнца, светится. Так что точно ангелы и люди, отражая свет этой благодати, светились и называются ангелы света. И когда отпал Люцифер от Бога и стал замкнутым на самом себе, и потерял радость и любовь, и благодать покинула его, потому что Бог никогда не навязывается. Благодать в этом случае очень тонка и ревнива. Тут же он, потеряв благодатьство Духа, перестал светиться, перестал своей душой отражать свет Божества, то есть благодатьство Духа. И ничему он не мог уже радоваться, никого не мог уже любить. Он стал получать разные производные от своего греха, который создал своим творческим началом. Гордыня породила числа и самомнение, и своеправдание, злобу, зависть, уныние, отчаяние, ропот. Целая плеяда грехов возникла, как бы, с корней из этого, так сказать, страшного греха гордыни. И в конечном итоге он выразился в садист. Он стал существом, ненавидящим всех и вся. Он подбил на этот опыт третью часть ангелов. Они послушали его, отпали от Бога. Так же стали называться ангелами тьмы, потому что так же перестали светиться своими душами. И стали, вот сейчас у нас в повседневном приходе, называться демонами. Первый падший ангел Люцифер стал называться сатаной. Как описывает святые отцы, вот данное печальное, так сказать, происшествие, которое было там, вот в Царстве Небесном. Аркангел Божий Михаил возревновал любовь к Богу и видит такое безобразие, что, так сказать, ангелы отпадают от Бога. При этом ложном, специфическом опыте Люцифера он восстал и сказал, кто как Бог. Никто не может быть как Бог. И своей любовью, и с помощью других ангелов, низверг Люцифера из мира небесного в мир поднебесный. А поднебесный мир – это наш видимый космос, который я с вами можно наблюдать, посмотрев вверх. Но там демоны и находятся в очень большом количестве. Спасибо.